Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование Соборного Апостола Петра, послание на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 4 главу. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Очень важный первый стих, сразу в продолжение той темы 3 главы, которую же апостол Петр писал, наставлял нас, он напоминает нам о том, что и Христос пострадал плотью. Так и нам надлежит пострадать, и не бойтесь этого страдания, как бы подбадривает нас. Ну и вот, тем не менее, здесь святитель Афанасий Александрийский против Ариан замечает и некоторую еще такую догматическую, очень важную составляющую этого стиха. Он пишет, цитата, «Посему и сам апостол сказал, Христос пострадал не божеством, но за нас плотью, чтобы разумеемы были страдания, не самому слову, но естеству свойственные, но свойственные по естеству самой плоти. Если бы тело принадлежало иному, то и страдания именовались бы страданием этого иного. А если это плоть слова, то есть самого Христа, ибо слово стало плотью, то необходимо и страданием плоти именоваться страданием того, чья это плоть». Конец цитаты. То есть здесь святитель Афанасий Александрийский хочет сказать против Ариан, которые говорили о том, что Христос, что Бог страдать не может, и Бог он не страдал, якобы. Страдал только его человеческой составляющей, но это не совсем так. Страдал, пишет апостол, святитель Афанасий Александрийский, что так заключает и говорит, «То необходимо, а если это плоть слова, то есть слово стало плотью, то необходимо и страданием плоти именоваться страданиями того, пишет с большой буквы, чья это плоть». То есть действительно Христос пострадал ради нас. Нельзя, конечно, сказать, что в него вошла смерть, его естество, это будет ересь, но тем не менее тайна страдания Божия была. Для нас она остается тайной, но Христос пострадал не просто как человек, но как Бога человек. Далее пишет, чтобы остальное по плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. То есть он пишет, что апостол Петр страдание нам посылается для нашего исправления. Как он сказал, страдающий плотью перестает грешить. Вот это очень важный такой текст, который дает нам понимание страданий. То есть всякое страдание, которое есть, оно посылается по промыслу Божию, как некое испытание и укрепление нашей веры. Так и далее пишет в третьем стихе, «Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье, и нелепому идолослужению». Почему, то есть говорит, для чего, какие исправления, да. «Почему они и дивятся, что вы уже не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас». Ну вот в прошлое, когда мы рассматривали третью главу, об этом подробно было уже сказано, что людям это очень не нравится. И, как и говорят, как говорят, дьявол разжигает этих людей, чтобы они выставали против тех, которые стремятся жить по заповеди Божией. Как помните, апостол Павел об этом так и пишет. «Все желающие жить благочестиво в Иисусе Христе будут гонимы». Заметьте, говорит, не живущие даже, а желающие, а живущие. Надо вспомнить, почему люди... Иногда одна из причин была такая, что люди уходили в пустыню, и были пустыножителями. Одна из причин. «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они подверглись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Ну, тут объясняется. В общем-то, то, что было сказано. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Видим, что недостаточно только страдания плотью, недостаточно только какое-то аскетическое упражнение, именно умерщвление плоти, скажем так, но необходимо бодрствовать в молитве. Это очень важное для нас такое наставление апостола Петра, не забывать об этом. Помним, что род сей род изгоняется, как спасителя спросили, когда, помните, ученики не могли знать бесов. Он так и сказал. Род сей изгоняется постом и молитвой. «Более всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Определение этой любви дает апостол Павел в послании к Коринфянам, 1 главе 13 стихе. Он так и пишет. «Любовь долготерпит». Что значит покрывать грехи друг к другу? Усердствовать друг к другу. Это значит долготерпеть друг друга, не завидовать друг другу, любовь не завидует, не превозносится, не превозносится друг над другом, не ищет своего, не искать друг от друга выгоды торгово-рыночных отношений, не радуется неправде, то есть не злорадствовать, когда у человека что-то не получилось и прочее, прочее. Можно это все почитать. Вот что это означает. Далее говорит. «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители, многоразличные благодати Божией». Вот странолюбие — это очень важное качество, которое есть у людей. У некоторых это дается, как пишет апостол, будьте странолюбивы. Некоторым это дается, как по природе, а некоторым приходится это в себе воспитывать. Вот святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующее. «Если принимаешь как Христа, то есть человека, будучи как в гости, скажем, принимаешь как Христа, не будешь ни роптать, ни стыдиться, а скорее превозносись этим, то есть не ропщи и не стыдись. А если принимаешь не как Христа, то не принимаешь, то есть ничего не получается. Как сам Спаситель говорил в Евангелии от Матфея, 10 глава 40 стих. «Кто принимает вас, принимает меня. Если не так принимаешь, не имеешь награды, то есть не принимаешь человека, как Христа. Людей, мимо идущих, принимал Авраам, считая их странниками. Не предоставил, однако, всего рабам, а жене велел замесить тесто». И далее смотри, как замечает. «Хотя имел 318 домочадцев». То есть те, кто могли это сделать. Он мог дать указания, но нет. Он делает это сам, сам принимает и жене. Повелевает, чтобы она именно приготовила. Почему? Но он желал получить награду вместе с женой. Не только за расходы. То есть мог дать указания за расходы, сказать, вот тебе давай послужи. Не только за расходы, но и за служение. И далее святитель Иоанн Златоуст продолжает. «Так нужно оказывать страннолюбие, делая все самим, чтобы нам осветиться». Конец статы. Есть очень хорошее такое выражение «не делать добро чужими руками». Вот мы это часто стремимся сделать. Такие добродетельные. Ну вот ты там, а мы тут в стране. Вот святитель Иоанн Златоуст хорошее дает наставление. «Так нужно оказывать страннолюбие, делая все самим, чтобы нам осветиться». То есть страннолюбие — это как еще одно из условий нашего освящения, к которому мы призваны. Одно из условий нашего Божия. Далее. «Говорит ли кто?» «Говори, как слова Божии». Очень важный вот этот стих. Я его часто употребляю. Он как раз содержится здесь в 4 главе, 11 стихе. «Что говорит ли кто?» «Говори, как слова Божии». А не можешь говорить, как слова Божии, несоответственно, это будет пустая болтовня. «Служит ли кто?» «Служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки аминь». То есть мы видим. Он говорит, что «служит ли кто?» «Служи по силе». Тоже очень важное замечание. В другом месте апостол скажет, «Не берите служить, что сверх сил, чтобы увидеть, что вам не посильно. Не беритесь, чтобы не попасть вам под осуждение дьявола». Есть такие люди, которых хватаются и за то, и за то, и за это, и за это. И все, они, бедные, разорвались, как сегодня выражается молодежь на британский флаг, и не могут никак ничего везде успеть. Не берите, возьмите по силам. Лучше меньше, но лучше. Нет человека и там, и там, и там. И смотришь, весь бедный взмылился, и уже весь взмыканный, весь на всех орет, кричит. Да, ну, есть такое, слишком широко шагаешь, штаны порвешь. Поэтому надо как-то соизмерять свои силы с своими возможностями. Конечно, это не оправдывает лень. Здесь надо быть тоже внимательным по отношению к себе. Далее пишет, «Возлюбленные огненного искушения для испытаний вам посылаю, не чуждайтесь, как приключение для вас странно». Снова переходит к этой теме, что не чуждайтесь у всякого искушения, особенно огненного, что приключение странное какое-то. Ну, как вы, участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, до явлений славы его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злослоят вас, опять возвращение к этой же теме, за имя Христова, то вы блаженны. Ну, смотрите, снова повторю. Если злослоят за имя Христова. Иногда люди путают. Они страдают из-за своих страстей, а думают, «Ну вот, я за Христа пострадал». А что ты сделал ради Христа? Вот если ты действительно что-то сделал ради Христа и тут пострадал, а тебя похулили ради Христа, то да. Но не надо, здесь тоже надо быть внимательными. «Если злослоят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас. Теми же он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал», видите, вот он подчеркивает то, о чем мы говорим, и к этому апостол Петр как раз нас в этом и наставляет. «Только бы не пострадал из вас кто как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую честь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющийся Евангелие Божию. И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Такое окончание этой главы душу свою. Что значит душу свою предадут ему, делая добро? А это молитва, Отче наш. «Да будет воля Твоя, як на небесе и на земле». Душу свою — это значит разум свой предать в руки Божии, волю свою предать в руки Божии, чувства свои сообразовать с чувствами Христовыми, о которых сказано, у вас должны быть те же чувства, не как во Иисусе Христе. И еще один призыв — будьте совершенны, как Отец ваш небесный. Видим, что здесь говорит о том, что суду еще нужно начаться с Дома Божий. Говорит, если праведник едва спасается. Вот это тоже очень интересные слова. Блаженный Ироним Стридонский пишет по этому поводу. «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится?» Вот что он пишет. Цитата. «Воистину праведен тот, кто едва спасается в день суда. Он легко спасся бы, если бы на нем не было ни одного пятна. Он праведен, поскольку в нем цветет множество добродетелей. И все же едва спасается, поскольку в нем есть нечто нуждающееся в божественном милосердии». Конец цитаты. То есть Ироним Стридонский здесь говорит так. «Нет праведного ни одного. Все лишены славы Божьей. В каждом человеке, какой бы он ни был святости, есть это пятно. Поэтому мы с вами уповаем только на милость Божию. Что наша праведность? Как запачканная одежда. Куда ни глянь, и тут гнильцо, и там какие-то пятна темные в жизни. Поэтому на что нам надеяться? Только на любовь и на милосердие Божие. Сохраняя себя, как сказано, дети, храните себя от идолов. То есть сохраняя себя от всякого греховного состояния. Да будет это со всеми нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова